Цель рассказать о многочленных Чебушевых. Поставим перед собой задачу. Когда косинус 2π разделить на n, где n натуральное число, является числом рациональным, а когда он является числом иррациональным. Считаем несколько первых значений. Ну, можно доказать, что здесь иррационально. У нас все равно по ходу дела это... Это мы на геометрии делали. А? Это мы на геометрии делали. Ну, наверное, мы это делали на геометрии. Но сейчас суть не в этом. У нас все равно общая задача. У нас все равно задача для любого n выяснить, является эта величина рациональной или иррациональной. Помогут две формулы. Косинус суммы. Это произведение косинуса минус произведение синусов. И синус суммы. Это вот такая штука. Смотрите, как это нам помогает. Косинус 2α. Это косинус α в квадрате минус синус α в квадрате. Но вы помните, что синус в квадрате это единица минус косинус в квадрате. Поэтому на самом деле это 2 косинус в квадрате. Альфа минус 1. Так вот, многочленом Чебышева называется 2х квадрат минус 1. Понятно? Многочленом Чебышева называется 2х квадрат минус 1. Посмотрим для трех. Косинус 3α. Это 2α умножить на косинус α. Минус, а вот дальше проблема. У нас здесь возникает 2α. Ну, конечно, это не проблема. Синус 2α это есть 2sinα косинус α. Поэтому здесь я могу продолжить. Но видно, что это уже некоторая неприятная штука. Нам придется вести рассуждение не только для косинуса, но и для синуса. Здесь вот синус в квадрате, да? Из-за этого второго синуса. То есть, что я делаю? Я сейчас опять синус в квадрате наменяю как единица минус косинус в квадрате. Получаю ответ. Я, конечно, получаю ответ, смотрите, какой. Здесь у меня 2 косинус в кубе. Минус 2 умножить на... Еще здесь еще один минус. Так что будет 4 косинус в кубе. Минус косинус и минус 2 косинуса. Минус 3 косинуса. Смотрите, ребята, смотрите, какая ситуация. В принципе, видно, что мы можем проводить рассуждение следующим способом. Синус 3α. Мы абсолютно в состоянии посчитать. Для этого мы знаем синус 2α, да? Кто-нибудь может быстрее? Без синуса. Каким-нибудь способом. В принципе, я могу и синусом. Значит, докажем такое утверждение, что косинус nα – это многочлен n-ой степени от косинуса α. А синус nα – это произведение синуса α на многочлен n-ой степени. Понятен смысл? Давайте я расскажу, как можно это все сделать, если действуют индукции по косинусу и синусу сразу. Значит, смысл такой. Докажем, что верны две формулы. Косинус nα – это многочлен n-ой степени от косинуса, а синус nα – это произведение синуса α на многочлен n-ой степени от синуса. Как доказывать? Да очень просто. Надо просто сказать, что когда n равно 1, то это верно. Косинус – это косинус, синус – это синус. Значит, вот этот многочлен будет просто равен единице, а этот многочлен будет… Может быть, он тоже от косинуса. От косинуса? Спасибо, спасибо, что меня поправили. Конечно, от косинуса. Конечно, от косинуса. А теперь смотрите, как индукционный переход. Косинус n плюс 1 α – это просто косинус nα, косинус α, минус синус nα, синус α. Пишем, и у нас абсолютно все сразу получается. У нас получается, что это tn от косинуса умножить на косинус, минус синус умножить на pn-1 от косинуса и на синус. Смотрите, в чем дальше смысл? Смысл в том, что здесь получается у нас многочлен степени на единицу выше, и это нормально. А здесь у нас возникает синус в квадрате. А синус в квадрате – это единица минус косинус в квадрате. Понимаете? А, соответственно, все. Потому что здесь степень была n-1, здесь у нас степень 2. Произведение – это n плюс 1 степень. И здесь n плюс 1 степень. Значит, все получается в точности так, как нам нужно. Согласны? Многочлен n плюс 1 степени. Получается в точности то, что нам нужно. Получается многочлен n плюс 1 степени. Я вам больше скажу. Можно посчитать коэффициент при старшей степени совершенно спокойно. И можно посчитать то, где нет никакой неизвестной, то есть то, что называется свободный член. Тоже очень легко. Смотрите. Вы уже помните, что косинус 2 альфа – это было 2 косинус квадрат минус 1. Значит, что такое t2 от x? Это 2x квадрат минус 1. Вы помните, что такое t3? 4x кубе минус 3x. 4x кубе минус 3x. Значит, возникает какая гипотеза? Нет, не 5. 2, 4, 6. И не 6. 8. На самом деле 8. На самом деле старший коэффициент будет 2 в степени n минус 1. То есть n-ый многочлен будет начинаться следующим образом. 2 в степени n минус 1 умножить на x в n плюс и так далее. Для того, чтобы это сделать, поскольку вот формула такая, нам, конечно, нужно проследить за старшим коэффициентом многочлена p. Но для этого надо просто вспомнить, чему они равнялись. Что такое у нас при n равно 1? p нулевое – это просто тождественные единицы. p первое, получается, когда здесь подставляешь двойку, получается, что это 2x. Правильно? Потому что синус 2 альфа – это синус альфа умножить на 2 косинус альфа. Хорошо. Ну, может, вы догадаетесь, что будет дальше? 4x. Ну, многочлен там будет, конечно, похитрее. А, кстати, вы наизусть не помните формулу синус тройного угла? Ну. А зря, потому что, ребята, шутки шутками, а во время всяких, ну вот, действительно, школьных работ, да, всяких экзаменов, эта формула очень помогает. Просто для конкретных расчетов давайте-ка мы ее выведем. Синус трех альфа. Может, синус альфа плюс один альфа выведем? Можно, но я хочу сначала готовить, чтобы все увидели, как формула работает. У нас не доказали, на самом деле. Да, конечно, сделаем. Нет, сделаем, сделаем, сделаем. Значит, смотрите, синус умножить на косинус, извините, плюс, наоборот, синус двух альфа умножить на косинус альфа. Значит, что это такое? Это синус альфа умножить на 2 косинус квадрат минус 1 и плюс 2 синус альфа умножить на косинус квадрат альфа. Значит, смотрите, что это такое. Синус выносится за скобку, а в скобке получается 4 космус квадрат минус 1. Таким образом, P2 от х это 4х квадрат минус 1. Почему у нас все будет хорошо со старшим коэффициентом? Потому что у этого 2 в n-1 степени, а у этого то же самое. Согласны? У P2 в катой степени и степень катой. Соответственно, у Pn-1 тоже будет старший коэффициент 2 в степени n-1. Минус на минус дает плюс, сумма их даст как раз 2 в степени n. Договорились? Теперь Андрей правильно сказал, что, конечно, мы в общем случае не доказали. Но так давайте докажем. Все, что от нас сейчас требуется, это написать абсолютно ту формулу, которую я уже писал, только для случая n плюс 1. Смотрите, синус n плюс 1 альфа, это есть синус n альфа косинус альфа, плюс косинус n альфа синус альфа. А, собственно, никаких проблем дальше нет. Здесь получается синус альфа умножить на Pn-1 от косинус, умножить на косинус, плюс tn от косинуса умножить на синус. Значит, господа, синус выносится за скобку, и здесь получается как раз многочлен от косинуса. Сейчас заявление. Это можно было сделать гораздо легче. Продолжение следует...